Говоря о соседях, глава Ингушетия отметил, что любителей острых и негативных событий среди числа их пользователей немало. В погоне за сенсацией многие публикуют новости, не проверив их достоверность. С одной стороны, такая активность говорит о неравнодушном отношении жителей республики к тому, что происходит у себя на родине. С другой, стоит понимать, что в республике немало и позитивных изменений, много достижений и поводов для гордости. Не совсем приятно, когда вы не имеете ничего хорошего. Не вы сидящие в зале, а вообще в целом. Вот казалось бы, что нужно сделать, чтобы таким вот образом кто-то заметил, да, станцевать лезгинку, отжаться тысячи раз. Что нужно сделать, чтобы заметили, да, к примеру. Обычно бывают такие вопросы. Вы должны это видеть, особенно молодежь. Все, что делаете для вас, мы это с собой не заберем. Это вам все. Это раз, и второе, вам это сопровождать. Продолжая диалог с молодежью и представителями СМИ, глава региона рассказал о молодых людях, находящихся за пределами республики. Скептическое, а то и недоверчивое отношение ко всей нации из-за отдельных ее представителей – результат их неподобающего поведения. Не стоит забывать о своих корнях. Поступками и добрым словом нужно показывать повсеместно нашу культуру и менталитет, добавил он. Даже брошенный в урну мусор – это показатель чистоплотности и благого нрава нашего земляка. Ваши хадычи, если вы это сделали, вот этот поступок, любой житель того города, который это увидел, поменяет о вас сразу мнение. Вы даже не вспотели, вы даже не вдруг потеряли секунды. Тему молодежи продолжил и декан филологического факультета ИНГУ, который сетует на нехозяйственность современных девушек. По его словам, многие из них перестали следить за домашним очагом. И если раньше женщины содержали домашний скот и огород, то сейчас основным занятием для них стало общение в интернете. Ну теперь давайте поднимете руку, кто хочет выйти замуж, там, где есть 4-5 коров. Вот две девушки подняли. Я вас сейчас зафиксирую и найду вам такого жениха. А вам, Ольга, или Холи, или Ляшки, я вас отдам всех. Я бы на это не застрял особое внимание. Почему? Потому что я все-таки надеюсь, что каждый мужчина хозяин в своем доме и сам разберется со своим огородом, со своей женщиной, со своей коровой, если она дома есть. Ну а для девушек, ну здесь можно обратиться к девушкам. Я тоже часто об этом говорю. Уважаемые девушки или женщины, все, кто замужем, заставьте мужей купить вам корову. Ладно, хотя бы, извините за корову. Может, так будет правильнее чуть-чуть. Обсудили на встрече и работы национальной телерадиокомпании. Корреспондент НТРК «Ингушетия» Джабраил Алмазов поинтересовался у главы республики о направлении, в котором стоит усилить работу телевизионщиков. Я хочу, чтобы я не могу, чтобы я не могу, чтобы я не могу. Я хочу, чтобы я не могу. Поэтому это тоже очень важно в интернете, когда вы говорите, вы галай, борец, вы галай, боксер, вы галай, студент, вы галай, еру, вы галай. А выезд сюда, вы не те, кто за нас это сделает, кто будет показывать. Немало актуальных тем для обсуждения предложили и другие участники встречи. Формат общения «Вопрос-ответ» позволил сделать диалог между молодежью и властью насыщенным и продуктивным. Мадина Пугоева, Рамазан Мержуев, Магомед Дидигов, Новости 24.